Всем привет! С вами Светлана и сегодня у нас посылочки с Алиэкспресс. Целых 9 посылок пришло за один раз. Хотела распечатать вместе с вами и прописала по трек-номеру название некоторых товаров и цену. Но самый прикол в том, что по ощущениям посылках лаки, трек-номер совершенно другой, нежели у меня в приложении Алиэкспресс. Ну не знаю, давайте смотреть. Давайте с этих лаков и начнем. Вот, открываю посылочки. Они здесь все так крепко степлером сцеплены. Ой, какие малышки! Здесь 4 лака. Насколько я помню, здесь должна быть база. Так, вот база. Все они где-то по 65 рублей. 8 миллилитров. Давайте посмотрим. Густая, жидкая. Ну, в принципе, средняя. Вот капля даже не стекает. Вот сейчас будет стекать. Запах, кстати, как и у моей сейчас базы. Блюскай. Это у нас Сарнес. Не знаю, как правильно Сарнес. Вот фирма. По 65 рублей. Так, здесь еще два цвета и топ. А пузыречки, причем пластиковые. Вот он топ. А какие же у меня здесь два цвета, если честно, я даже не помню. Потому что у разных заказывала. Так, вот тоже Сарнес 0,8. 0,8. Это у нас что за цвет? Мне кажется, раза на два таких пузыречков, если честно, хватит. А, это бежевый. Бежевый. Прям такой вот нют я себе заказывала. Смотрите. Я обязательно буду тестить и вам покажу. Сейчас, может, даже на бумажке на какой-нибудь. Так, и второй цвет у нас бирюзовый. Люблю бирюзовые цвета. Очень. Но в основном все брала нюдовый. Так, это 17 цвет. Вот он. В лаках, причем вообще 7 миллилитров. Сейчас я на бумажке вам нарисую и покажу. Нет специальных, как они называются. Вот типсы, не типсы, ноготочков, на которых делают пробу пера, так скажем. Поэтому у меня на бумажке. Вот как смотрится бежевый и бирюзовый. Я только вчера сделала маникюр, поэтому сниму тогда вам отдельное видео со всеми прибамбасами. У меня там еще матовый топ в пути. Блесточки разные и так далее. Всякие приблуды для маникюра. Соберу их все и сниму вам тогда отдельное видео по лакам. Как они сохнут. И в лампе, кстати, Алиэкспресс, которая была у меня в прошлом видео. Я ссылочку тогда здесь в уголочке оставлю. Так, и следующая посылочка. Она тут в пупырке, я чувствую. Вот тоже по треку у меня такого не было. Это, наверное, тоже лак. Я так подозреваю. И здесь у нас, да, пупырка. И лак. О, интересно. И пустой пакетик, смотрите, лак. Вот она, вот пустой пакетик рядом. Причем разорванный. Где мои лаки побывали, непонятно. Это у нас розалинт. Тоже вот такой малышка. Розалинт вроде фирмы неплохая, если это, конечно, не подделка. Так, и тут у нас объем. Попробую, гадай, какой называется. Оттенок 2454. Что это, я не знаю. А, это тоже вот нюд. Такой розовенький. По типу того, что у меня сейчас, наверное, на ноготочках даже понасыщеннее. Сейчас тоже на бумажке сделаю. Вот как он выглядит, этот оттеночек. 2154 розалинт. И, в принципе, знаете, у них такое покрытие плотненькое. Ну, по крайней мере, на бумаге. Посмотрим, как они себя на ногтя будет поярче, да, чем у меня сейчас. Вот такой вот лачок. Еще одна посылка, которая ни к одному треку приложения не подходила. Сейчас посмотрим, что там вообще. Загадка. Ой, это тоже, по-моему, лак. Сейчас откроем, посмотрим. Девчонки, это крутые бирюзовые блески. Лили Сьют или Лили Кьют, не знаю, 5 мл. Вот так выглядит флакончик. Вот он, цвет, наверное, ЛС-154. Классные такие, зелено-бирюзовые. Во какие. Сейчас нарисую. Красивые, девчонки, капец. Смотрите, какой цвет. И здесь столько блесток. И крупный, и мелкий, но очень красивый лачок. Из всех из них, он тоже, кстати, пластиковый. Из всех из них стеклянный только розалинт. Вот этот вот. Ну, здорово. Я, в принципе, довольна. Лаки не сухие пришли. То есть, все жиденькие, хорошенькие. Класс. Следующая посылка у нас из этой всей, из этого всего веера, это кольцо, девчонки. Кольцо для моего нового чехла, которое я вам показывала в прошлом видео. Стоило это кольцо 25 рублей. Пакетики, кстати, в таком. Здорово. У меня есть аналогичное кольцо. Сейчас покажу. Такое же золотое. В другом чехлу прикреплено. Я его покупала в фикс прайсе за 50 рублей. А вот это красненькое мне обошлось 25. Упаковано замечательно. Знаете, чем удобно? Во-первых, на руке вот так держать. Во-вторых, вы можете поставить телефон куда угодно. То есть, она вот так крутится. Вообще, эти кольца, это, конечно, тема. Подставка не нужна теперь. Вот так ставите и смотрите. Телефон. Замечательно. Сейчас откроем, посмотрим. У меня чехольчик красный. В прошлом видео я показывала. Вот к нему колечко тоже. Оно поначалу такое тугое-тугое. Но тоже вращается, видите, во все стороны. И как подставка для вашего телефона работает. Здесь двусторонний скотч. Мы отклеиваем. Держится, кстати, хорошо. Мы отклеим вот эту бумажку. И там у нас липкая такая часть. Прилепляем куда нам надо. К чехлу. В какое место. Хлобысь. Вот так. Все. Он держится здорово очень. Ну, вообще, вот эти кольца, это, не знаю, это придумал, наверное, гений. Поэтому под мой красный чехольчик вообще супер. За 22 рубля. Кольцо, девчонки, классное. Так чехолчику ему подошло. Сидит плотненько. Красота. В этом видео, девчонки, осталась последняя посылочка. И это помада. Это должна быть матовая помада. Которая стоила 65 рублей. Вот так выглядит упаковка. Это у нас ДНМ. Лип глосс. Так, что здесь интересненького про помаду? Срок годности 3 года. Вообще капец. Так, достаем. Будем тестить. Я заказывала несколько помад. Вот такой оттеночек. Так, сейчас буду стирать губы. Будем делать свочи и красить. Вытираю свою помадку. И будем тестить Алиэкспресс. Давайте сначала, пока губы высухают на руке, сделаем свочи. Так, запах нормальный, косметический. Никто ей не пользовался, потому что спонжик такой чистенький. Так, девчонки, делаю свочи. Вот так выглядит на руке помадка. И это у нас десяточка, десятый оттенок. Ссылки все я в инфобоксе на товары скину. И, кстати, все эти посылки шли тоже почти 3 месяца. У них через несколько дней истекал срок. Я хотела открывать спор. Но вот потихоньку в последние дни прям приходят. Поэтому рекомендовать или нет вам, я не знаю. Долго так ждать вы готовы. Я дождалась. Кстати, при нанесении очень приятная помадка. Сейчас посмотрим, будет липнуть. Цвет тоже классный. Под загорелое лицо. Пока не липнет. Ой, какой цвет красивучий. Он гораздо насыщеннее, чем... Вот, девчонки, какой цвет. Чуть-чуть совсем есть липкость. Вот, смотрите, он в стике такой вот более светлый, нюдовый. А ну, бах, прям насыщенный. Чуть-чуть липкость есть. Сейчас посмотрим по прошествии времени. Но мне нравится. Пока помадкой довольна. За 65 рублей... Ой, липкость, кстати, проходит. Все, подсыхает. Помадка подсыхает. И не стирается. Все. Кстати, губам комфортно, вообще невесомо. Все, не отпечатывается. Ой, класс, круто как. Потом вам напишу в прикрепленных сообщениях, как она носится. А так очень комфортно. Она высохла, перестала быть липкой. Вот, смотрите. Все, абсолютно сухие губы. Ну, не то, что сухие в плохом смысле, а в том смысле, что она впиталась. Все. Здорово. Я довольна, прям вообще супер. Хочу теперь другие оттеночки. Обязательно закажу. Класс. Следующий веер посылочек. Здесь у меня глина. Глина слайм. Что-то по типу того вот должно быть. 22 рубля стоит. Два пакетика. Стоит 22 рубля. Сейчас будем смотреть. Так, давай доставай. Что там у нас? Ой, какая тянучка. Ой, липкая. Липкая? Да. Доставай, доставай. Из пакетика вытягивай, вытягивай. Ну как, покажи, тянется? Да. Нет, что-то рвется, а не тянется. Вот. Нет, тянется, тянется. Знаете, по консистенции похож. Среднее что-то между плейдой и реально вот жвачкой. Это жвачка для рук. Натуральная. Прямо вот как жвачка, да. Наслепи, и он будет растягиваться однозначно. Тихонько только тяни, не рви. Во, здорово, да. Ну-ка, ну-ка, дай посмотрю. Не, прикольная, кстати, штука. Знаете, похож еще даже по ощупь, на ощупь, на эво. Знаете, такой материал. Вот. Так тянется, ничего, прикольная игрушка, да? Нравится? Так что вот такие два пакетика жвачек для рук, назовем их так, обошлись нам в 22 рубля. Вообще ерунда. Хотя слаймы и вся прочая лабудинь на Али стоит не очень дешево. У нас в магазинах можно найти дешевле. Вот такая штука. Не, на эво, да, прям очень похож материал. И можно рвать. Ой, прям антистресс. Ну, классно, нет. Держи. Давай такой достойте. Так, следующая посылка у меня патчи. Они стоили 17 рублей. Я там еще заказала одни прикольные патчики на все веко, на верхнее и нижнее. Целую банку никак не придут. Так. Ой, блин, степлером прям упаковку зафигачили. Ну, капец, почта России. Так, вот, вытащила все скобы от степлера. Здесь на английском сзади написано, на русский не перевели, гады. Ну, на 20-30 минут понятно. На 20-30 минут оставить под глазками. Вот они как выглядят. Они коллагеновые по форме. Похож на фиксовские мои любимые патчи. Они золотого цвета. Сами. В общем, пока я их пользовать не буду. Использую. И к тому моменту, как видео выйдет, я вам напишу тоже в прикрепленных сообщениях об эффекте. Они стоили 17 рублей за одну пару. В принципе, нормально. Следующая посылочка. Мне кажется, тут тоже лак. Тоже трек. Такого трека в моем личном кабинете на Али нету. Да, точно. Это лак. Розалинт. Пакетики. Сейчас посмотрим. Так, что это у нас? Стеклянные. Это блестки розовые теперь. Какая красота. Розовые и сиреневые. Смотрите. Сейчас нарисую. Вот он, какой оттеночек. И здесь, по сравнению с вот этим, вот зелеными и бирюзовыми, мелкие блестки. Получается тоже такой, в принципе, нюдовый оттенок. В розовинку. Ой, блесток много. Очень красиво. Чтобы вам передать. И это оттенок у нас R03. Вот он. Это тоже стеклянный флакончик. Красота. Только вчера сделала маникюр. Теперь так хочется попробовать их все. Следняя посылочка. Это чехол на мой iPhone 5s. И он был одним из дорогих на Алиэкспресс. Но он мне очень понравился. Стоил он 131 рубль. Вот он. Он вместе с кольцом уже. Смотрите, какая красота. Он зеркальный. Здесь есть стразики. Вверху и внизу. И с ним в комплекте за 131 рубль было вот такое вот колечко. Золотого тоже цвета. Знаете, такое золото в розовый отлив. Колечко в виде мишки. Давайте открывать. Чехол, в принципе, упакован хорошо. Поролончик. Надеюсь, что и зеркальная сторона не будет поцарапана. Очень надеюсь. Сам он силиконовый. Ну и тут, я так понимаю, внутри просто такая бумажка, которая у нас... Ой, слушайте, а можно как зеркало даже использовать? Вот я свое отражение вижу. Причем в таком красивом оттенке загара. Смотрите. Вот. Зеркало. Не буду вам все зеркалить. Вот котенок зеркалится. Нет. Вот, видите, отражает, как здорово. Практически как зеркало можно использовать. Вверху и внизу наклеены стразы. Очень красивые. И внизу вот. Вот так. И красиво упакованное колечко-мишка, которое просто так не откроешь. Сумочка такая тканая. Колечко, кстати, металлическое. Вот так выглядит. А вот это пластиковое, красное. А вот это вот уже такое добротное прям. Здесь тоже есть пленочка. Причем она какая-то красненькая. Ой. Но здесь добротнее. Здесь прям даже саму пленку, вот эту красную, тяжело отодрать. Оно металлическое такое, тяжелое. Ну вот прям под этот чехол вот так все это дело будет смотреться. Вот. Вот так. Вообще классно. Мне очень нравится. Я прям довольна. Кнопочки кругленькие здесь. Если у меня на красном чехле немножко по-другому было. Но кнопки все на месте. Классный чехольчик. Потом одену его на свой телефон и вставлю вам фоточку, как это все выглядит. Я довольна. А вот зеркальный чехольчик. Вот как он выглядит поближе. Вообще классный. Красивучий. Смотрите, кстати, помада вообще не сотрешь. Ну просто вот. Кстати, сейчас попробуем мицеллярочкой. Давайте мицелляркой попробуем. А! Мицелляркой почти не стирается. Я буду ходить всю жизнь с розовыми зубами. Стерлась. С большим, кстати, нажатием. Но стерлась. Так что мне кажется, эта помадка прям на день. На целый день. Очень довольна. Все посылки, еще раз повторюсь, шли у меня около трех месяцев с момента заказа. Но я все равно всем довольна. Мне все понравилось. Буду тестить. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ссылки на все продукты оставлю под видео. Ну и на этом все. Спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик и обязательно ставьте лайк. Не забывайте, если вам понравилось видео. Пока-пока. Пока-пока.